всем привет дорогие друзья и гости нашего канала мы вышли из дома уже такой уже вечер уже начало 9 потому что раньше выйти было невозможно было очень жарко это сейчас мы вышли он халил бедные салфетками включили быстро кондиционер в общем какие у нас сегодня планы мы сейчас едем проведать халила маму и поздравить ее с праздником также поздравляю всех мусульман с праздником будьте счастливы всем мирного неба над головой и всего вам самого хорошего он ладоська халил всем привет влада у нас заболела очень болит горло мы уже купили и таблетки но это дело времени хоть бы это не было ангина или там что другое или скарлатина просто может быть холодная пила еще запьем холодное под кондиционерами сидим не вылазим конечно можно заболеть нас смотрят много мусульман расскажите как вы отмечаете этот большой праздник мы в этом году не отмечаем праздник халила мама в прошлом позапрошлом году покупала барана у нее такая плоская крыша приезжал старший сын резали барана и всей семьей садились ели но в этом году мама себя плохо чувствует поэтому она не покупала барана все вместе собраться мы не смогли потому что тот брат занят тот брат занят в общем родственники заняты поэтому в этом году мы просто поедем сейчас маму поздравим купим ей пахлавы она очень любит сладкое посидим с ней и вот так вот мы отметим праздник и еще к нам не знаю завтра послезавтра придут халила дочери они будут уезжать в отпуск просто заедут нас поздравить и принесут нам птичку попугайчика чтобы мы посмотрели пока их не будет они едут в отель отдыхать так что мы побудем с попугайчиком мы в этом году вообще не отмечаем этот праздник к сожалению так сложилось мы ребятки уже были моей свекрови ухалила мамы посидели с ней немножко чаю попили я не снимала потому что она себя плохо чувствует а сейчас заехали поедим тантуни людей очень много в кафе полная кафе людей принесли нам такие салатики лимоны перцы капуста принесли нам тантуни халил в хлебе есть мяско маде в лаваше приехали мы в кафе ребятки поели тантуни и решили приехать в кафе деле нашли место чтобы поставить машину все занято везде столько людей это просто очень много людей все кафе забиты все рестораны забиты принесли наш заказ лада чайок заказала халил кофе я тоже кофе сидим кафе на калилу позвонил его двоюродный брат кузен такой такой смешной халил рассказывает как он знакомился со своей женой рассказывает двоюродный брат жил в селе рядом по соседству в селе жил фермер который продавал персики у него были целые плантации персиков брат приезжал покупать эти персики затем возил на базар продавать и вот у фермера была дочь очень симпатичная этот кузен увидел ее влюбился где-то через два дня значит пришли сваты свататься не отец не разрешил прошло какое-то время может быть месяц два опять он послал сваты опять не разрешил отец в общем недолго думая не с этой девушкой сговорились и в одну прекрасную ночь он ее выкрал она открыла окно дома и сбежала вместе с ним они поженились и уже живут 30 лет вместе у них трое детей родители с ними не разговаривали наверное года три был большой скандал узнали что нас не сбежала отец хотел богатого жениха его брат был за то время не очень богатый сейчас он сейчас у него свой бизнес все нормально вот такая вот история друзья кто любит слушать турецкие песни кому нравится турецкие песни старые песни у нас халил уже открыл канал называется халил и ролл вот канал халила халил и ролл ностальжи турчи шаркалар вот пожалуйста подписывайтесь халил старается поет песня кому нравится турецкая турецкая музыка подписывайтесь он горит что с будут песни может быть еще он что-то подумает что еще придумать на этом канале может быть показывать повседневную жизнь на турецком языке в общем буду посмотрим подписывайтесь пожалуйста значит сейчас на канале пока 4 видео ну позже будет больше дорогие друзья у нас уже закончился наш вечер владочка себя плохо чувствует поэтому мы сегодня по набережной не прогулялись горло болит едем домой лечиться спасибо большое что нас смотрели всем спокойной ночи увидимся в следующих видео до свидания